Нам не с кем детей оставить. Положи мою сумму! Ебать! У нас очень ёбнутые отношения. Мы сейчас с вами устроим игру под названием Биэрпонг! Как я идентифицирую себя сейчас как транс-женщину. Ты как группа тату в мире блоге. Да, поэтому сейчас люди, которые меня называют моим старым именем, в мужском роде, мне прям становится от этого больно, дискомфортно. Так, ну что, друзья, вот вы, собственно, и прибыли, и наша начальная точка. В этот день мы, как всегда, с утра собрались на вилле у Миланы, и лично я вообще не понимал, что будет происходить в течение всей серии, поэтому готовился к худшему, ведь я помню, кто наш продюсер. И мы будем скоро отправляться в парк развлечений. И у нас есть вероятный подарок. И подарок ждет вас уже прямо на улице. Как будто телемагазин, блять, какой-то. Быстренько, быстренько выходим, выходим. Посмотрите, нас будет кортеж полицейский провожать. А мне просто можно надеть наручники и сзади положить в машину полицейский. Я охуел, честно. Когда я увидел кортеж с полицией, я подумал, нас нахуй сейчас повяжут, куда-то повезут, блять. Будет что-то с нами делать жестко. Когда подъехали машину, в первую очередь я понял, что надо организовать свой комфорт так, чтобы мне было удобно ехать. Поэтому пока там все что-то снимались, я сразу занял, скажем так, определенную машину и думал, что позву Милану, Олега, и чтобы мы могли с комфортом ехать общаться. И садится Олег и такой говорит, а Милана не поедет. И он сказал, что он не в ресурсе, что у нее нет настроения. На самом деле это правильно. Типа, если ты не хочешь ехать, почему ты должна ехать куда-то? Ты осталась дома, помедитировала и восстановила свой ресурс. На то были свои причины, но я понимал, что реалити должно продолжаться со мной или без. Но съемочная команда готова, все герои готовы. И съемка должна состояться. Блин, слушай, кстати, я вообще офигела насчет полицейского коттеджа. Это, знаешь, это пауза забавная. Это вообще, слушай, мы сейчас такие на паре с полицейским коттеджем в охуенных тачках едем в парк развлечений. И представляешь, как нам за это прилетит в комментариях потом, какие мы охуевшие. Да, все увидят, что они в машине петком, а мы вдвоем сейчас полоса. Ну, кто-то на что учился. Такие, знаешь, две крысы. Так как, блядь. Две крысы смотрят друг на друга. Три крысы смотрят друг на друга. Как думаешь, что нас ждет вообще? Я обожаю всякие эти горки. Типа для меня это вообще полный кайф. Я люблю адреналин. Типа я с парашютом прыгал 13 раз. Поэтому для меня прокатиться на горке это... Ну, по-моему, по мне видно, да? А что я люблю экстрим, блядь. Я, мне кажется, реально во всех странах был в парке аттракционов. И Милана, короче, она всегда сливалась с этого движа. Поэтому, честно говоря, для меня было понятно, почему она не поехала, в принципе. Почему меня не было на съемке? Дело в том, что предыдущим вечером я узнала, что один из членов съемочной команды в переписке со своей командой говорит обо мне в мужском роде, называя меня моим старым именем. Эта переписка ко мне в руки попала случайно. И когда я это узнала, я охуела. Тинкер был сегодня, кстати, дома чилит. Мы ее не взяли с собой. У нее рвотный рефлекс всегда. Типа я ее сколько раз не брал в парк аттракционов. Это был пиздец, ребята. Вообще, Тинкер ведет себя неадекватно абсолютно. Не знаю, что делать. Когда мы ехали в машине, у нас что-то такой диалог завязался. Я спросил ребят из тех, кто был, Олег, Виталий, Коля, что у вас было самое страшное в жизни? Какое-то суперопасное или какое-то другое событие? Олег начал рассказывать про историю, когда он был один дома, и он сосал карамельку и подавился. Мне что-то это так навело на какой-то интересный такой джок, шутку об этом, что начал как-то шутить слишком откровенно, и его это смутило. Его прям это очень смутило. Так, ну, получается, сосал при конфету бум-бум. После этого не возникло какого-то, не знаю, отражения к процессу сосания? Конечно, вообще, это, ну, как-то отложилось. То есть, постоянно что-то ешь уже как-то опасно. То есть, блок на сосание сейчас, да? Конечно. Понятно. Ну, можно проработать, в принципе. Извини меня. Это можно еще достать сорта, типа, конфета, она там… Что, я, в принципе, про рефлексы. Я не знаю, я просто про то… Кто чему-то пришла? Ладно, не страшно. Милан уже не любит, когда ей сосал. Ну, может и нет. Я все пыталась у Олега узнать, ну, что там, где Милана, и он сам такой поворачивается, он спереди сидел ко мне и говорит, я не знаю, где она, может быть, она там, может быть, она будет. Я такая думаю, блин, чувак, ну, вроде ты ее парень, как бы ты с ней спишь, ты должен знать, где она, ну, на мой взгляд. Но она ничего не знала. Я думала, что они что-то от меня скрывают, это будет что-то интересненькое, но мы к этому подойдем. Милана мне утром сказала, что не поедет сегодня, она не будет сниматься. Ну, я думал, что вечером она еще приедет, но она сказала, вообще, сегодня съемочный день, и она в нем не будет участвовать совсем. Я такой, ну, может, так и нужно, а она потом сказала, что у нее нет просто настроения, я, ну, не стал на нее давить. Меня уговаривали сниматься все, потому что это была очень важная съемка, я должна была там присутствовать весь день. Но это был для меня очень принципиальный момент, потому что, собственно, я эмигрировала из России именно по этой причине, потому что я испытывала на себе вот эту всю тяжесть и гомофобии. Это было всю мою жизнь, все эти обзывательства, непонимания со стороны общества. Это было очень тяжело пережить. И вот, наконец-таки, я решила эмигрировать. И тут я сталкиваюсь на съемках своего же собственного реалити-шоу, которое я организовала, за которое я заплатила деньги. Я сталкиваюсь с такой вот формой гомофобии. Экранцы повязали, трэш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну что, мы приехали с вами в величайшую хуй пойми что. Поэтому давайте посмотрим. Хочу показать вам, чтобы вы взглянули страху в глаза. Давайте, все, пожалуйста, с одной. Уважаемые детишки, экскурсия по Красной площади объявляется открытым. Вот! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, я безумно боюсь аттракционы, горки, катапульты. Мне безумно страшно, но я всегда безумно хочу это попробовать, потому что это выброс адреналина, новые эмоции. Друзья, кто полетит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы полетим. Вы не боитесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля, а ты не боишься? Ты же моя двоих детей. Насть! Давай! Я полечу, я мать двоих детей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, прошла, пошли! Если у меня становится сердце, пожалуйста, кремируйте меня. Пойдемте. ребят я желаю вам все я никогда больше не буду сниматься в реалити блять это какой-то пиздец сейчас туфли нахуй потеряю а то я сделал не так блять в этой жизни а че с веревкой сейчас с твоим ебалом будет блять когда я слезу о май гад мне кажется я выскальзываю блять блять нет я не хочу я хочу домой блять а 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 вообще неинтересно я думала вера Они просто на качеликах качаются. Вообще детская история какая-то. Я просто орал больше всех. У меня были самые такие активные эмоции. Сережа, так как он десантник, я думаю, ему было не страшно, потому что эта бешеная дура прыгала с парашюта, по-любому бил себе бутылку о голову, как делают все ВДВшники. Поэтому ему было не страшно. Я вообще просто закрыла глаза, вот так держалась и все. У меня вообще никакой реакции не было. Просто видно было, что я умер от страха. У нас теперь следующие 4 новобранца. Внимание, мы уже снимаем. Четыре новобранца. Сергей из волейбал. И мы сейчас будем... Да я не могу снимать. Не шути. Давай все в этом пульту сажайте. Да, ты что с тобой больше всех стоишь, блядь, зайдешь. А что это? Смотри, 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 глазки забегали. Не, ребят, я не мужик или нет? Сергей, я-то мужик, как и ты, хороший, родной. Поэтому я сяду в эту кабину. Ура, ей, вот так вот. Мужик проверяется. Тихо, 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 меня раком не нагибают, во-первых. Ну, это ты просто не помнишь. Ахахаха, Оля мудрость. Да, меня не надо. Такое, что не нагибали, теперь нагибали. А я нагибаю. Я у Оли могу все. Медоед, простите. Я думаю, пора она в кабину. Поэтому все, друзья, идемте, я вместе с вами. Пойдем. Гагарин, мы все проебали. Я, я реально обоссался. Какие-то они тухлые, блядь. Пойдемте отсюда. Душные. Скучно, неинтересно, но контент. What happened? Да, это было жестко, друзья. Ну, для кого-то нет, хуйня. Я, конечно, уже нассал. Как говорится, сколько ни тряси, но последняя капля будет моей. Друзья, всем спасибо большое за вот это испытание. Кто не обоссался, кто молодец. Мы сейчас вместе с вами поедем в следующий парк развлечений, где пометаем с вами топоры. Там будет фотобудка и еще много-много всяких развлечений. Пиво, голые сиськи и пенисы. Оператор, немного на майку похоже, да? Не знаю. я эту фотографию показывал сегодня в салоне просто когда меня спросили слушай а у вас есть с миланой какое-то слово которым вы друг друга называете такое милое типа моя кошечка и мой тигр ну я сход просто типа а милана как его называешь но я ее по имени кис куда то есть все банально так ничего такого да у нас еще такая стадия в некоторых моментах есть некое стеснение друзья всех приветствую на самом обосранном парке развлечений где есть самое небольшое количество недоразвлечений перейдем метать с вами топор и еще один человек рубить друг друга давайте сути сюда свои члены я сейчас буду так по каждому до этого я никогда не метал топоры это был первый раз в моей жизни и подошел и увидел топор взял кинул пришел видел победил ничего сложного с координацией и там какой-то там элементарной ловкости у меня все порядке что могу сказать по поводу топоров ну короче не мое походу это выглядело просто столько уебищно ну чё сказать ну типа я хорошо умею с автомата стрелять пистолета а ну типа блять топоры ну прикольно мы не в средневековом режиме чтобы даже учиться это кидать как бы если надо то пушка это круто я кидала топоры впервые в жизни это оказалось очень сложно у меня не получалось кинуть этот топор до того момента пока я не начала как теннисистки кричат этот опор залетает еще самый центр поэтому берите на заметку если кто-то придет кидать топоры я особо не металла типа пару раз попробовала но это было мега странно он либо не долетел либо перелетел но вообще если честно желание у меня было только в никита кинуться топором в тот момент это просто какое-то состязание викингов было я очень рад что там не было миланы потому что она бы не вывезла этот движ абсолютно мы кидали эти топоры в стену не было ни условий ничего просто все ходят кому-то топор в голову прилетит еще ко всем наплевать индонез говорит кидай вот так я говорю как мне уже просто я не вывожу эту тему я думаю когда мы поедем на какую-нибудь другую локацию где блять аттракционы где американские горки где сладкая вата где мужчина который попадет в тире в мишку или куда там надо стрелять чтобы быть победителем нет блять его топоры и летающая рогатка веселье в парке аттракционов закончилась и мы поехали мы приехали на шикарную виллу опять-таки ожидали увидеть милану но честно я вот нутром чуяла что вот но должна она приехать сейчас на барной стойке будем танцевать давайте рум-тур алена летучая за мной че чисто кто-то заказал очень много алкоголя по моему это был виталий да я вообще тогда не хотел пить но подумал а почему бы нет давайте выпьем за хорошую ночь за то что мы мы сегодня сделали очень много всего чего например мы ебать мы покидали топоры мы поехали в парк аттракционов нас запустили с пульта непонятно где давайте отмечем для кого блять обычный виталика давайте какие-то вы че говно блять ребят я хочу предложить тост давайте от всего да отвлечемся и выпьем за милану за то что она собрала нас всех вместе то что мы все участвуем в одном реалити просто за нее чтобы все было хорошо у нее и мы ее очень любим давайте за милану а блять проебана а ну-ка блять и чокнулись пусть а теперь все выпили идем переодеваться и устраиваем вечеринку я сразу себе застукал комнату я подумал обратно домой ехать вообще не вариант комнату забронирую закрыл ее на ключ и че вы думаете у меня этот ключ отобрали и все поперлись туда в душ а девушка как вы относитесь вообще к этому реалитием мыться блять иди нахуй больше пиздишем делаешь блять бокал блять развила все я пошла короче в гардеробе каждого уважающего себя мужчины должно быть одно маленькое черное платье ну черное оно здесь а это это уже дополнение короче хочу немножко поправить макияж сейчас найду пудру сначала она где-то была здесь здесь мы всегда на тусовке берем с собой чуть-чуть косметики ничего особенного я после вот всего этого короче пошел наконец-то помыться после всей дороги я толь забыл закрыть 2 то ли не знаю сейчас я припудрюсь и съебу я так напугался прости милый но ничего представим что мы в мужской бане блять упс бывает ничего страшного думаю майк на меня особо обидится короче ребята я предлагаю посмотреть чем занимаются все гости потому что все разбежались по своим комнатам я думаю что вам будет интересно посмотреть чем они занимаются думаю что майка мужа голым видели с вами прикольно будет посмотреть что делает оля еб твою мать что ты делаешь поза интересная за подожди у тебя в туалете кто то есть окей идем дальше посмотрим чем там эти педики занимаются бумагу майк кстати оделся майк ты одеваешься также как и оля в такой же позе это что новый тренд какой-то шлюхи это ревизора чем занимаетесь о боже опять какой-то голый мужик чем занимаешься занимаешься зай о боже блять ребят может быть мы какую-то активность начнем делать не сидеть в телефонах блять занимается как у него инюайн еще что делать и обиделись давайте бутылочка нате за бутылочку надо свать все густ это подожди что бутылочка это то чтобы вот это целоваться целоваться на желание всякое погнали чо давайте бутылочку Вышла отсюда. Неподходимый. Сука, ногти, блядь. Пошла отсюда нахуй. Сквозняк нарисовала в виде себя быстро. Пошла нахуй. Мои очки. Ай! Ты свой телефон. Блядь. Вышла отсюда нахуй. Вышла отсюда нахуй. Пошла. Пошла отсюда, блядь. Минусы, ебучек, блядь. Вил. Давай, блядь. Нарисовала сквозняк нахуй быстро. Давай, давай, давай. Да, блядь, успокойся. На каблуках дебилка, блядь. Доната, что мы играем? В депрессию? Я не хочу играть в бутылочку. Давай. Ты главная шлюха на районе. Угомонись уже, пожалуйста. Я так выгляжу, это не значит. Виталик, только что... Зачем вы судите меня по обложке? Я говорю, слышь. Зай, засусь. Это будет считаться пропагандой? Да. Ебать, конечно, Зай. Но это игра. В нее даже играл, мне кажется, Владимир Путин, блядь, бутылочку. Вы думаете, нет? Мы с тобой нахуй на статью уже... Ну, блядь, что я такого сказал? Перестаньте, блядь, утрировать эту хуйню. Так, все, сос, сос, сос. Я тоже так всегда буду делать, потому что мне лень буду думать, блядь. Кто, я или ты? Ты. Настя, ты можешь, давай. Но ты готова? Мне тоже все равно. Надо залезть на стол, да. Вот и начала пропаганда буквально сразу. Мы с вами доедем. А какая муж и девочка, говорят, блядь, конечно. Я охренел, когда Оля начала сосаться с Настей. Ну, типа, я, конечно, все понимаю, но для меня это было максимально неожиданно, да. Ну, типа, я не думал, что просто Настя согласится. Ну, типа, Оля, мне кажется, она согласна на все, но Настя... Мне кажется, это прыжок на вот этом трекционе немножечко это взбудоражило. И она такая, а почему бы не попробовать? Ну, это было странно, если честно. Непонятно, я себя чувствовала. Тем более, что и Виталик, как бы, в компании, все такое. Но, как бы, мне нравится, что они такие более современные, и нет никакой там каких-то моментов ревностных или еще чего-то. Был прикольно. Ну, что такого? Это просто игра. Сексуально поцеловать шею. Давай. Вау. Он сейчас будет целовать сексуально шею кого-то. Ты можешь сказать, это самое неожиданное дуэное на сегодняшнем вечере. Давайте посмотрим, что будет дальше. Ладно. Пускай я просто обнимусь. Когда в отношениях? Хорошо, что ты сказал про объятия. Степа, не такое может. Ем мне в жопу, жопу. Чокнуться и выпить залпом. Ой, ты чё, ёбала? Прикольно. И на тебя выпадет майк. На стол? А чё, обязательно залезать надо? Больная женщина, куда? А ты, блядь, за шоу. Сейчас я даю. О, хорошо пошло. Маны, короче, давайте пососёмся. Но если чё, разберёмся. Какая-то она, есть там, нет? Ещё есть одна. А, нет, значит, майк, открывай. Леша, давай сносётся Настя. А, с Настей легко. Я бы танцевала, приватный танец. Да. Давай. Давай. Николик, сейчас выпадешь. Блядь, хоть бы так, а? Блядь, сейчас Сергей такой выпадет. Ебать, я на это посмотрю. Спасибо. Это я. Блядь. Блядь, осмеш сегодня явный вы, да? Следующим ходом бутылочка попала на меня. И желание у этой бутылочки было прыгнуть голый в бассейн. Блядь, сука. Блядь, сука, Оля, опустос... Ой, гад! Блядь, это просто. Оля хотела. Давай, покатали. Телеграмма увидят, ебать. Это будет охуеть. Блядь, у меня без труса будет. когда оля разделась конечно же первое что я сделал начал психоанализировать реакцию виталика и думал что сейчас он начнет как-то более настороженно что ли более с вопросом смотреть на других ребят и на тех кто как вообще на нее смотрит но мне очень понравилась его реакция именно поэтому я называю их отношения по крайней мере потому что я вижу и слышу одними из самых классных которые я видел потому что это такой максимальный connect доверие где ну блин а что такого вот реально что в этом такого кто сказал что-то плохо что твоя девушка прыгнула голая в бассейн это прикольный классно она же ни с кем там не спит но поцеловалась у нас девочкой но прыгнула голый в бассейн для меня это вообще абсолютно нормально да потому что вот ну во первых я считаю что ревность на 1 самое глупое чувство и узел слабых действительно слабых людей то есть ревнует партнеров обычно слабые люди за которые не уверены в себе которые у которых есть какие-то страхи которые чего-то боятся я лично не боюсь ничего и даже если представить там что она с кем-то поцеловалась нам ну и ушла от меня у боже ну на этом жизнь не заканчивается дерьмо случается но эта игра это твое тело тело есть абсолютно у всех людей на тебя посмотрят что тебя скажут я скажу только наоборот блин нифига ты крутая нифига ты уверена нифига ты так можешь а я так не могу ну то есть никто не скажете фу блин что ты делаешь ну если такое желание тем более загадывают блин это прикольно поэтому не знаю я уверенный в себе человек и это это было достаточно легко для меня в какой-то момент вечером когда ребята уже собрались на вилле мне пишет продюсер просто в истерике он записал пятиминутное аудио где он плакал где он просто был в полной истерике он говорит что все я не справляюсь это не мое мне кажется что я облажался короче поняла что все пошло по пизде и мамочка должна как-то вступить в дело приехать я говорю чуяла мое нутро чула мое сердечко что придет она дайте подруга моя подруга и олег стоит здравствуйте здравствуйте о опа мы играли я задал вопрос звукорежиссеру по поводу типа уважение я спросил его о том что честно начал говорить мне обидно за тебя я не хочу давать себя в обиду блять какому-то звукорежиссеру я ему сказал то что если ты реально не понимаешь что человеку неприятно когда ты называешь его в мужском роде они просто сказали о том что их может коснуться тема типа пропаганды и так далее в россии что крупные проекты заберут там много у меня в принципе с моей претензии мы изначально договаривались о том что куда выходит реальти шоу в описании я не буду отмечать участников типа ну команду короче потому что ну реально могут быть какие-то проблемы у них в россии законом то что многие вернутся обратно но мне никто не говорил про бэкстейдж мне никто не сказал что я не могу выкладывать бэкстейдж и когда вижу что все мои друзья выкладывают бэкстейдж продюсер выкладывают у него на канале 10 тысяч подписчиков я беру бэкстейдж не у себя из фото пленки а беру из открытых блять источник выкладываю к себе вы после этого пишет звукорежиссер типа удаляйте нахуй либо я завтра не приду на съемку меня вот это убивает русский менталитет сама цензура ты реально блять думаешь выложится проект реально думаешь что суда вот именно блять на тебя напиши не на меня не на моих друзей которые открыто признались там своих каких-то отношениях а блять на звукорежиссера которого даже сука нет в кадре это реально мне было обидно за то что у меня в жизни называл миланы а про меня пишет в мужском роде идти на такую работу как бы брать деньги у транса это ок а как бы уважительно относиться когда нравится это не ок я понимаю что как бы он не виноват в этом всем потому что это была личная его переписка которая в принципе не должна была видеть как он там обо мне с кем общаются но так получилось что второй продюсер но эту переписку просто блять додумался скинуть ассистенту моему но я это увидел и как им должна отреагировать это просто пиздец а можно все встать за стол я тост скажу спасибо давайте разлейте всем блядь ребят очень душно давайте снимают камеры какую-то молчание похоронили блять серьезно давайте сыграем в игру правда и только правда только правда давайте на диван ты заскучилась сегодня настроение максимально я приехал только потому что мне пишет продюсер просто в истерике говорит что все эти везде идет съемка хуйня я вообще я и могу я уже устал максимально и на говно чувствую блять бесполезно были здесь ты прости меня то что я так подставляю наверно тебя прочее просто него ну значит я хуй его блять продюсер хуй его блять я просто я не могу ты прости меня просто думаю блять истерика какая-то начинается ну вообще башка понимаешь типа ну не работает абсолютно просто не работает не знаю что со мной просто блять с ума скажу нахуй снять тоже вот эта хуйня блять ситуация блять произошла еще чуть-чуть целый день все в голове держу думаю как у нас все исправить там еще что-то вот сейчас чуть придумал оснею это все туда пошла дизмораль суета и немножко перестал вывозить сорвался поэтому должно было быть все по-другому ну плюс ты должна была быть еще с самого начала то что вчера произошло и тебе еще раз говорю у меня жизнь такое максимально редко происходит ты не часто будешь видеть мне слезы и как-то я наверно просто близко это воспринимаю что не зря приехали сегодня так же целый день с ребятами типа ну даже ну берем даже просто вне съемок опустим съемки ну мне тоже это некомфортно не то что же некомфортно типа но я просто делаю выводы и все все заканчивается ну по отношению к людям когда меня вообще не слышат как будто меня нету я кричу повторяю мне вообще не слышит меня просто нет а ты с кем-то это вообще со всеми по поводу олега я слышал информацию о том что он там обиделся что ему было некомфортно с нами но все что я помню с вечеринки это как он ходил около забора и трогал кусты но мы как бы хуй забили на олега потому что ну типа ну зачем стучаться в эту закрытую дверь когда человек сам не хочет ничего узнавать и особо не хочет ничего рассказывать ну то есть ну как бы есть вот блять общая компания диалог как бы если ты хочешь быть в компании то ты в компании если ты не хочешь что ты сидишь один а залипаешь телефоне и как бы нахуя на это обижаться то есть я что-то вообще это не понял если честно когда это когда происходит съемки это просто все наиграно я это ну понимаю просто типа интересуются там но и так далее но по факту это не так и мнение обидно ну мне не может быть обидно просто ну я не собираюсь это это все перехалывать просто это не мои люди и все прошло раз на съемку сказала что мне интересно их жизнь я сказал то что мне в данный период времени не интерес с вами общину вам задавать ряд вопросов которые задали вы мне все мои друзья про тебя говорят что ты очень замкнутый а я пытаюсь это делать но когда я вижу что меня никто не слышит банально просто идет диалог просто идет диалог за столом мы друг на друга смотрим за столом сидим заходит тема по ходу темы я что-то говорю все молчат я даже не прибываю но я не не перебиваю никого и просто ну и дальше начинают уже другом говорить я повторяю еще раз типа ну как бы ребят я говорю громче и типа номер ну и не слышно как будто это целенаправленно или что как-то машину скрываться когда блять себя не слышат потом это же будет выглядеть так и также и зритель будет это видеть так то что типа я страненными этом фото где-то не слышит типа я какой-то особенно ну когда я без тебя типа вообще просто но какой-то тут блять никто вообще и вообще в первую очередь и думаю что этот ну что-то со мной не так типа блин ну дело у меня значит но я так думаю самокритичен поэтому я смотрю сразу то что я может что-то не так делал может плачет приставить, что-то сосать тебя ха-ха-ха-ха все помнись это вот что-то у тебя происходит, как-то соскучилось? сила я соскучилась ты целый день от чувствовал отец майк Я помню, Стёпа, по-моему, его зовут, задал мне вопрос, Майк, ты когда-нибудь занимался эскортом, вы знаете, очень многие меня об этом обвиняют, потому что не верят, что я могу столько зарабатывать сам, и я решил честно ответить на этот вопрос, я никогда в жизни про это никому не рассказывал, про это знала только Милана, да, один раз действительно мне написал один человек и предложил увидеться, я пишу, что? Увидеться зачем? И человек был очень настойчив, и я говорил, что нет, мне это общение неинтересно, я абсолютно не хочу видеться, потому что я тогда не искал отношений, и тогда мне написали, слушай, а за сколько ты готов видеться? Я просто от Валды написал, ну, за 50 тысяч долларов, и человек написал, окей, он прилетел в тот город, в котором находился я, и мы реально просто увиделись, мы провели классное время, мы тусили весь вечер, всю ночь, и, кстати, мы даже не спали, просто мы очень интересно общались, подружились, и, кстати, остались друзьями, приветики. Медоед, вот честно к тебе такой вопрос, было ли у тебя желание когда-нибудь трахнуться с кем-то из ваших общих знакомых? Ну, бля, сложно. Ну, желание вам было бы быть, но это не значит, что я пойду трахнуться с кем-то, но ты бы этого не сделал. Нет, 100%. Почему? Потому что я развлекаюсь только со своей женщиной, я могу пойти в дрочильню или в сауну артистического массажа, и с ней классно провести время, зачем мне рушить семью, она того не стоит. Идеальный мужчина. Давайте он не за идеального мужика. Хочу тебя обнять, просто это так охуенно, ты сказал. Идаль, ты идеальный мужчина, реально. Реально. Шачок, Лиз, подождите. Во время игры в бутылочку мне Максим задал вопрос. Кому ты из этой компании, в которой мы находились, не веришь больше всего? Возможно, у меня есть какой-то профи вопрос к Майку, о истории заработка и чего-то там, его курса. Да, но если говорить все, я не верю в историю типа не только твоего курса, а вообще в целом истории заработка, вот поверьте, пройдите и вы станете зарабатывать очень много. Покупайте крипто. Да, я в это не верю, это все, но если говорить в целом, что типа после реалити я не буду с кем-то общаться, нет. Майк очень приятный, парень в целом. Он меня не бесит, ну может быть иногда. Расскажи, расскажи вот этот в целом, понимаешь? Почему я не верю в твой курс? Потому что я знаю, что это не работает. Типа денежные медитации не работают? Нет, потому что это все мотивация человека, это хуйня полная. За, мне кажется, не только ты охуела с Кеши, с Кеши вчера охуели все. Я этого вообще не поняла, все играют в бутылочку, все общаются, все классно и просто на пустом месте он начинает засаживать Майка. Пытается его в чем-то уличить, поставит под сомнение его работу. Нахуя ты это делаешь? Мы все дружим, мы все одной компанией общаемся, и ты портишь отношения вот просто без повода. Ну видимо в нем давно сидел какой-то негатив к Майку. И он еще такую вещь вчера сказал. Но все, что в реалити происходит, это остается в реалити. Я не собираюсь ни с кем там портить отношения. Нихуя, это все полный пиздеж. Потому что сегодня утром Кеша с Майком встретились на кухне. И Кеша подходит к нему и говорит. Ну ты понимаешь, что мы никогда не были друзьями. И в целом нам это обоим не надо. Давай поддерживать нейтралитет и типа все. Ну конечно Майк обиделся вчера на эту ситуацию. И он не собирается общаться с Кешей. И Кеше видимо тоже нахуй это не надо. В общем они посрались, общаться больше не будут. Вообще просто я к инфобизнесу отношусь скептически. Считаю, что это все индивидуально. Поэтому мне пришлось сказать о том, что я не верю в курс Майка. Ты имеешь право на это и ты в это можешь верить. И твои подписчики тоже в это могут верить. Но уже было. После шоу. Есть более важные темы. Нет, таких людей нет. Мне все очень приятно. Особенно я безумно рад знакомству близкому с Миланой. Потому что мы так никогда близко вот так никогда не общались. Я никогда не видел у нее в гостях. Такого никогда не было. Хорошо, Заяк. Да, секунду. Я безумно рад знакомству с медоедами. Потому что, блядь, для меня это просто... Он хочет меня отсосать, блядь, секунду. Он хочет, реально. Было так. Нет, это для меня отдельная любовь. Нет, не отсос. Кеша, блядь, кончай уже. У меня есть вопрос. Оля, это для меня вообще какой-то абсолютно новый житель в моей жизни. Потому что... Тотемное животное. Тотемное животное мое. Да, я сегодня уже не сказал. Она очень забавная, она очень крутая мама. У нее очень классные дети. И это очень круто. И главное, что я... Тотемное животное это другое. Зая, она не животное. Это другое, блядь. Я понимаю, зачем к этому придираться. Она просто сегодня шутила. Я зачем-то придираюсь к этому. Он сама мне это сказал. Да, это он нормально сказал. Серьезно, у тебя какие-то проблемы с восприятием? Серьезно. Да, и как он у меня с твоими вопросами? Пошел нахуй. Хорошо. День был резонансный. Это был пиздец полный. Потому что мы просто все переругались. Есть такая проблема. Я иногда не контролирую свои эмоции на лице. Есть тогда следующий вопрос. Вот вы все знаете, что сегодня... А мы уже без бутылки задаем, да? Сегодня Милана не приехала на съемки. Никому, блядь, нахуй из вас не было интересно узнать, что случилось? Я узнал. А ты, Сережа, узнал? Я узнал. Я узнал. Окей, окей. Тогда почему никто из вас, блядь, сейчас не поднял этот вопрос? Потому что это пиздец, как важно. Мы подняли это лично. Она очень грустная и вы просто продолжаете пиздеть на свои темы. Сергей начинает говорить, да че, вам всем похер то, что Милана там с нами не была, бла-бла-бла. Меня то все выбесило, я начал орать на Сергея, потому что вот буквально за полчаса до этой интереснейшей игры в «Правда или правда» я сидел с ребятами и обсуждал типа как плохо, что тут нет Миланы. Максим, ответь, пожалуйста, я должен говорить мне. Я лично сегодня начался с Никитой час о том, как Никита разговаривал с Миланой, что происходит сейчас в шоу. Я лично, записан на этом микрофоне, собирался с некоторыми из вас и говорил, как хуево, что ее сейчас нет здесь. Сергей, ты пытаешься сейчас хуево говорить, что плохо, что ее нет в этом шоу. Окей, окей. Тогда следующий вопрос. Может быть, все-таки поинтересуемся все вместе? А может быть, просто мы не будем обсуждать? Давайте спросим вы, Милана. Мы просто делали Сергею догадки, мы хотели без нее. От нее узнать, это круто, но мы делали догадки. Мы не имеем права решать, почему она не с нами. Окей, мы можем спросить и задать ей вопрос о том, готова ли она с нами сейчас всеми этим поделиться. Что случилось? Это было бы круто, потому что типа... А дальше? Окей. Просто мы между собой это все обсуждали. Я не знаю. Была уверена, что это вообще вне съемок должно быть. Поэтому я это вопрос не задавала на съемках. Лично я ей писала. Типа... Сереж, ты должен понимать, здесь работает команда целая. Я на самом деле приехала только потому, что мне там в истерике пишет продюсер и говорит типа, ну съемка мне пизда, все хуево и так далее. Я рассказала об этой ситуации, почему я отсутствовала. Ребята мне рассказали, что не я одна столкнулась со странным поведением этого члена команды. И Виталик, например, тоже заметил подобные отношения к нам. Меня, короче, начал успокаивать продюсер, говорю, здесь все херня. Типа, все ребята к тебе классно относятся. И, наверное, это так, но когда ты типа проходишь переход, мне тяжело дышать. Навалились такие. Слишком сильно люди. Но когда ты проходишь переход, и я тут... Заявить о том, что тебя зовут Милана, когда у тебя между ног большой член, это очень сложно. Хорошо, что большой. Покажешь. Это реально очень сложно. И некоторые люди думают, что, большинство людей думают, что типа, все херня. Типа, не обращая внимания, я сейчас в самой такой острой фазе, когда я только-только, ну, приняла себя. Для меня реально очень важно, чтобы, ну, ко мне обращались так, как я хочу. В общем, этот человек подошел к Виталику и сказал, что спросил его, а ты один здесь нормальный? Ну, очевидно, намекая, наверное, на ориентацию. Потом я узнал от своей сестры, что он ее спрашивал про ее ориентацию зачем-то. И, в общем, все эти моменты наложились друг на друга. Я узнал, что Кешу он тоже допрашивал, спросил, вся ли одежда у него такая, намекая, что он очень откровенно одевается. Короче, все это наложилось друг на друга. Я поняла, что мне не кажется. И я только убедилась, что я была права на самом деле. И на следующей съемке мы уже не работали вместе с этим человеком. Короче, такая ситуация. Мы выпьем за Милану! За Милану! Милана, Яна, блядь, я уже запутался, нахуй, блядь. Звук — это моя жизнь, в принципе. Поняла она, собственно, взяла там, выложила там, ну, там, лица наши, там, все дела. Я, естественно, такой говорю, а че Андрюха-то, блядь, выкладывать там все это? Я ж не думал, что я обижу, блядь, кого-то, а это обидел, блядь. Ну, я, блядь, извиняюсь, конечно, блядь, уволили меня из-за этого. Ну, зато это, блядь, посмотрим, как они нахуй шестую серию, блядь. Это снимут без, блядь, рекордера, блядь, и петличек, блядь. И особенно странным поведение этого человека было на фоне того, как вели себя другие члены команды, с которыми нам всем было максимально комфортно. Ребята не переходили никакие личные границы, наоборот, даже нас поддерживали. Нам всем было очень приятно с ними работать. Поэтому, ну, вот так, люди очень разные. С кем-то нам приятно работать, с кем-то нет. Всякое бывает. Неприятно, конечно, что это случилось, и что этот человек действительно был важен, и он был профессионалом своего дела. Но есть некоторые принципиальные моменты, которые для меня очень важны. И в каких-то моментах я не готова через себя переступить, чтобы продолжать работать вместе. Давайте избавимся. Нет, я хочу просто еще сказать, что самое главное, чтобы ты понимала, что мы тебя поддерживаем, и что мы тебя любим. И на самом деле периодически нам сложно, да, бывает, потому что как-то в разговоре забываешь себя. Я нормально отношусь, когда друзья, с которыми я знакома долгие годы, по привычке как-то ошибаются. Мне, конечно, это тоже неприятно, но я понимаю. Но когда это новые люди, когда я представилась, когда они ко мне... Они только что ее узнали. Когда они не делают ошибок со мной лично в общении со мной, называют меня так, как я хочу. А в переписке выясняется совсем другое. Это реально, ну, типа, неприятно. Помните, как история... Помните, обсуждали про гендеры, что очень тяжело идентифицировать человека, тем более, да, Милану. Но я для себя, когда сразу понял, я услышал от себя, что я могу ошибиться, могу задействовать человека, я понял, что выбрал для себя тактику обращаться к ней, мисс Петрова, Петрова, Милана, ну, вот так, Зая. Как-то вот такими фразами, если мне сложно пока что привыкнуть к ее имени. В ситуации со звукорежиссером, конечно же, я считаю, что он неправильно поступил, потому что то, что он написал, звучало не просто как такая правильная претензия, рекламация, то, что называется, а как некоторый такой газлайтинг, да, зайти через старое имя Миланы, чтобы вот, посмотрите, какое отношение я к ней испытываю. Фу, мерзость. Ну, зачем ты тогда работаешь с ней, если ты вот так вот низко, из-под тяжка, из какой-то левой стороны, на тебя пытаешься как-то ее унизить. Ты подойди по здоровому, скажи, слушай, да, через я сообщение, вот очень классная техника. Я испытал какие-то эмоции из-за того, что это случилось. Зачем на другого выводить и говорить, блядь, она хуесовская, вообще не она, а он, да. Фу, ужас и кошмар. Так нельзя делать никогда. За Милану. Она вообще она старая, сука, тупая. Мисс Милана старая. Подруга, кто о чем подумал. У меня, блядь, спрет. У меня, блядь.